друзья всем привет с вами санек в общем по многочисленнейшим просьбам алексей прислал обзор про свой трактор штз кому интересно смотрите видос до конца некоторые моменты алексей там упустил как размер колеи и так далее и тому подобное но это пишите в комментариях задавайте вопросы алексей читает их регулярно даже прошлый видос читает до сих пор отвечает на ваши комментарии друзья вот видос получился длинный кому интересно трактор штз погнали смотреть добрый день всем мини трактористам сегодня решил заснять обзор погоды не было то дождит то ветра сегодня ветерок дует не знаю что получится значит по кабине давайте с кабины начнем значит листовой металл полтора миллиметра толщиной здесь значит уголки 25 25 на 25 обрезал чуть-чуть 5 миллиметров и той стороной привариваем прерывисто приварю потом дайсоном с той стороны промазали красили значит фонари передние на автопоезд это поворот поворот из кабины камаз фары покупал в магазине по тракторам дворники там же брал вот этот дворник спрашивает дорого недорого ребят вот это дворник и мотор в районе девяти тысяч рублей вышло брал по раздельности потому как сразу не всегда бывают деньги зеркала белорусовские кронштейны делал сам профильная труба весь кругляк а вот это кусочек трубы как раз он сюда подходит это найти на инжекторных двигателях на переднеприводных крепится то ли инжектор что-то крепится там вот эта трубка с петлями обрезал приварил сюда поставим теперь ребята значит стекла т25 лобовое полоски сюда резал полтора сантиметровые из металла 2 миллиметра приваривал прерывисто все равно это потянула сварка пришлось вы стукивать потом уже собирал эту рамку полностью резинки это резинка с трактора мтз 80 старая кабина чем она хороша она мягкая точно такая резинка с автомобиля у вас буханки лобовое стекло она немножко жестче но разница в чем здесь стекло 5 миллиметров толщиной на буханке 4 поэтому не хватило мне этой резинки пришлось докупать с буханки значит стекла боковые они значит стоят на т25 вот это стекло стоит вот здесь а это стекло это с правой стороны форточка все это значит сам сам вырезал стеклорезом стекло вклеивали мы его на клей специальный для стекол это серванта полка была порезал ее на две стороны тоже вклеили зеркала не загорел нет белорусовские говорит ручки это с уазика у вас hunter не знаю замки девятошные вот эти вот штучки это с этого опель у нас был сиденье двигать вперед-назад вот это вы ну приварил тут ручка с я вы знаете дуги там были с обоих сторон отрезал ее вот ну давайте посмотрим что у нас тут внутри так вот сюда встань профиль профиль здесь 25 на 50 потому что экономил каждый сантиметр мне не хотелось чтобы был головастик кабина будет длинная и вот эти стекла которые с форточки прямоугольные я не стал ставить на двери потому что если тут будет прямо то кабина еще на 15 крыша на 15 сантиметров где-то будет длиннее поэтому боролся за каждый сантиметр здесь на перемычках тоже 25 на 50 труба здесь труба на дверях 20 на 40 вот здесь тоже самое 20 на 40 дверь полностью варена значит что касается вот этих окон это труба профильная 20 на 30 то же самое резал сюда полтора сантиметровые из металла двойки а здесь вот уголки делал 100 на 100 и делал вот так их под стекло зазор оставлял 8 миллиметров между стеклом и вот этой полоской металла потому что чтобы резинка стало нормально ручки вот эти закрывать это белоруса короче когда при приварил навесы не думал я что у меня вот так станет дверь вот этот угол на крыле он почти доставал сюда ну подумал подумал думаю если его резко открыть он может выдавить стекло взял от жигулей она чуть длиньше была вот такая резинка не знаю ли то ли под капотом она стоит то ли еще где-то поставил их сюда обрезал чуть ну короче говоря типа ограничителя ну потом резинку накидываю утяга если жарко и и работаю в огороде если не сильно жарко могу стекло открыть это открывается и заднее стекло так ну что по кабине наверное все залезть посмотри там внутри покажи потолок у нас фонарь на потолке стоит с газели по моему значит здесь паук под этим под обшивкой вот этой паук из трубы 20 на 30 значит вот так одна и по краям две и потом еще две вот так посередку ну ближе к середке параллельно идут и две идут уже перемычками здесь вот в уголку вот в этом вот такая рама у нас теперь на крыше теперь скажу вот за что вот это фанера 6 миллиметров значит я ее оттуда пустил она где-то вот так доходит дальше вот это с фанеры и вот это с фанеры тут металлические уголки вот здесь на этих магазинах продаются много много отверстий них согнул буквой и сделал переднюю часть динамики сюда вставил магнитофон значит свет в кабине свет на улице передней потом этот автопоезд и свет задней кажется так магнитофон пищалки два динамика все работает теперь давайте посмотрим просили показать что и как я тут поженил вот она газоновская коробка газ 53 ну под полы я предварительно снял значит многие может подумать что вот это ручник нет ребята это не ручник это ошибка моя сейчас я вам скажу почему потому что я трактор сделал с одной коробкой а надеялся на раздатку на нивовскую да она понизила но так как сзади колеса на 20 спереди на 16 ну пока до переда переда еще мы не дошли допустим сзади вот они на 20 она и повысила но они же не на 16 и скорость получилось но вроде и маленькая в то же время фрезой работать или сеялку таскать она как бы большеватая туда где двигатель покажи за уже коробку я не не смог ставить ну собственно ведь я не собирался подумали подумали думаю надо было это все сразу делать поэтому пришлось вот здесь вот этот редуктор сделали понижающий вот это понижающий редуктор планетарного типа это значит кто не знает внутри вот такой венец внутренней зубьями туда вам всередку а там еще три шестерни маленьких вот таких ходят и вот он понижает 3 и 9 по моему раза вот поэтому когда мы работаем фрезой мы включаем первую пониже но он так бы как бы нормально потихоньку ползет сеять картошку приходится на первой повышенной потому что на первой пониженной вроде как сильно медленно распределители р-80 на раздатка нивовская значит спрашивают еще такой вариант как я поженил задний мост волговский и с нивовской раздатка ребята очень просто значит шайба 10 миллиметров толщиной разболтовку сделал под волговский флянец а этот флянец нивовский ну вот с этого с раздатки обрезал болгаркой а потом в токарный станок вставил источил чтобы эти отверстия которые на нивовской на нивовском флянце чтоб они их вообще не было и в этой шабе я сделал посадочное место все это вставил что биения не было и обварил и все же этот на место поставил флянец и закрутил уже для на волговскую эту с волговским флянцем соединил значит этот цилиндр ребята это 75 цилиндр но что я вам скажу в нем ход всего 100 миллиметров я его купил как бы он мне понравился ну еще подумал думаю на на коротковатый будет ну короче купила его пришлось мне до дорабатывать вот видите серьга вот она вот одна из этой стороны 2 и пришлось мне вот это вот серьгу эту как бы дотачивать добавлять иначе не хватало мне выжима так сейчас вроде бы все нормально хватает значит сразу пока сюда пришли давайте по навеске навеска энтезовская рамка вот рамка почти 5000 стоит рычаги по три с чем-то я брал я брал ее постепенно не сразу на сразу на всю денег у нас всегда не хватает поэтому как говорится вот эти рычаги вот эти рычаги я когда брал сборе это удлинитель а это основной рычаг значит я отдавал по 5000 недавно заходил в магазин они уже по 7 лежат не знаю может других регионах разная цена ось вот эта ось это родная белорусовская ось значит и вот эти штучки я обрезал они вот такие длинные были и пришлось мне обрезать отверстия пересверлить иначе когда я укоротил вот эту вот вот эти рычаги вот эта штука стала длинная поэтому мне пришлось они же вот тут-то наш заканчивались и тут такой продолговатый отверстие по моему них я короче обрезал тут просверлил втулки вот эти это самоточенные с этим с бронзой внутри все это вот приварено прикручено сюда вот эти рычаги я не трогал эти не трогал значит сейчас расскажу вам как вот эти рычаги я укорачиваю отмерял 6 сантиметров обрезал болгаркой 10 сантиметров значит отмерял вырезал выкинул это все запилил как вот зубила знаете как два зубила вот так острием кострию и начал заплавлять отсюда туда отсюда оттуда и короче говоря пока не вышел вот на этот как-то видел видео один человек сделал в него отломалась я честно тоже переживал думал может это чугуняка такой что он не варится ну короче говоря заварил это у меня 2019 году я начал трактор делать 2020 в апреле или в конце марта мы уже посадили им картошку но он был без кабины и передний мост у меня был до этого сделан и здесь точно так же вот вот эти рычаги тоже здесь 6 сантиметров отступил разрезал выкинул 10 сантиметров с удлинителя и снова все это заточил как болгаркой зарезал как два зубила вместе сложил и заварил заплавил делал на глаз потому что я не знал так посмотрю посмотрю но от колеса чтобы не сильно далеко было и чтоб не сильно близко в общем сделал так слава богу держится вроде бы значит многие спрашивают там есть ли вал отбора мощности вот он ребята вал отбора мощности и сейчас я вам покажу откуда он берется значит вал отбора мощности был я в городе ростове-на-дону там есть авторынок фортуна вот ряд где продают грузовые запчасти вот этот ком я купил там отдавал не знаю года два это назад было или два с половиной общем отдавал 7000 рублей за него вот он выходил ну ну короче говоря идет так или же самосвал или же осенизаторская машина так вот мы купили наверное станет с осенизаторской машины потому что обороты были большие а когда на следующий год мы к этому парню приехали он нам поменял там шестерни переставляешь внутри и он тогда становится меньше оборотов ну вот так вот мы и сделали но я не замерял обороты но не знаю где-то может пределах не 540 но может 600 примерно в этом виде это ну примерно тогда теперь смотрите щиток приборов семерочный колонка рулевая с 14 руль тоже вся проводка тут семерочная вот здесь будет ручной газ еще не доделали тут щиток еще надо ставить газ через тросик вот идет багажник замыкать бардачок с ключами вот теперь смотрите как дальше пошло вот он вал от вора мощности вот идет кардан тут волговская тоже волга или я не знаю что она тут ну подходит волговский флянец может и уазик такой же я не знаю точно вот и вот она идет кардан нимовский перевод переделанный переваренный укороченный дальше идет по моему одна часть у меня идет с этого классики жигулей вторая часть там подвесной есть подвесной вот он но когда мы его поставили вибрация была такая что вот этот рычаг включение скоростей его выбивала верение не включение скорости включение кома от вибрации когда картофель и копалку грохотную зацепил ее выбивала тогда мы что сделали две шайбы больших и прям вот где резинка стоит мы с двух сторон приварились с одной стороны и с другой подшипник всегда пожалуйста можно поменять соперное качество снял и все но вибрации не стало и вот этот кардан он идет вон там на задний мост его видно наверно ну кому надо ставьте на паузу смотрите теперь вот это бак слева это у нас такой временный под гидравлику сюда конечно будем переделывать делать с фильтром с масляным с правой стороны бак под бензин не знаю это спрашивают сколько расход расход ребята я не замерял ну скажу вам так что я на нем езжу вот посадил картошку полдня не он у меня стоит стоит он у меня до тех пор пока миссия эту картошку не начинаю культивировать опять по культивирую опять трактор стоит я на нем как бы особо никуда не езжу поэтому мне замерять честно сказать не могу сказать сколько он ну я думаю не больше чем него моя смотрите это москвича с сорок первого черепаха ее называют что мы что мы сделали штуцер отсюда выходил мешал капоту закрываться значит мы его сын обрезал и перевернули мы его не сюда потому что тут тогда капот мешал бы этой короче мы его назад туда сделали а штуцер вот сюда вывели поэтому нас расширительный бачок как бы ничего у нас тут сложного нету радиатор москвичовский с 412 москвича вот у меня был когда-то москвич это радиатор еще с него живой генератор новый купили на этот мотор этот это расширительный такой сделали потому что такой пластмассовый сюда не влазил то вот здесь мешает упирается то капот не закрывается глушитель вот так сделали и вот сюда вывели обзор капитальный стал стартер на него купили теперь вот я вам покажу как гидравлика тут насос нш-10 вот он стоит значит и этот вал первичный жигулевский а там втулка после крестовины собирается шлицевая втулка она одевается на вал первичной коробки вал обрезанный первичной коробки там кусочек и он так одевается это шестерня вернее звездочка это я делал на запас думаю может вал отбора мощности отсюда не знал еще как оно будет поэтому просто запасную кинул сюда цепь здесь стоит на 19 шаг вот теперь вот эта плита белорусовская это металл 10 миллиметров на ней продолговатые отверстия для того чтоб цепь чуть подтягивать ну скажу вам так цепь цепь гремит так что не хочется и жить на белом свете надо делать или щиток сюда и смазывать ее иначе тут все в солидоле будет вот значите то педаль тормозная одна у нас вот он вакуум вакуум и тормозной жигулевский это мы сделали из перед такой тройник для того чтобы с волговских вот этих трубок перейти на жигулевский в общем полуавтоматом поваривали по обтачивали вот у нас получилось такое вот печка у нас с опеля сам этот мотор сама сам радиатор с четырки сын там вырезал ну в общем под подогнали короче работает так что даже приходится двери открывать жара такая стоит так рулевое ребята рулевое значить у нас этого с китайского автомобиля солана то ли хавьер солана то ли солана я точно не знаю это нам отдали значит это и рейка и дозатор все в одну все вместе вот значит что мы сделали вот сюда на генератор приварили шкивок но он большой надо его два вот таких делать один на генератор один чтоб наш на этот шел на гидравлику гидравлика работает но мне кажется многовато оборотов поэтому будем вот эту часть переделывать рама ребята на этом тракторе труба профильная 40 50 50 на 100 толщина стенки 4 миллиметра вот это кронштейн не поварил это здесь будет гидравлика наперед выходить 4 штуцера два с этой стороны 2 стой это зимой сделал снежный отвал сделал пресс и сделал листогибка в общем некогда было передним мостом заниматься хотя нужен он у меня обрезает полуося когда зацепляю фрезу уже второй раз обрезает полуося задние поэтому мы надо передний мост задействуйте полуося мы переделали по-другому не стал я их сваривать как это волоски возле шлицевой обрезал там сваривал их ломает рядом со сваркой ломает значит сейчас вам покажу клиренцы 28 по моему может 28 с половиной ну 28 значит у меня ребят стоят редуктора от автомобиля луаз поэтому высчитывать передаточное число честно сказать я еще сам не знаю как может попробовать по старому дедовскому методу по конечному результату который выходит на раздатке на нивовской который идет сюда к переднему мосту и на переднем мосту на флянце может быть по этим показателям снять потому что тут одна звезд шестерня больше одна шестерня меньше на этих луазовских редукторах вот полу эти швеллер десятка вот это делал для шаровых как раз сюда нивовская шаровая на на 3 крепится здесь у нас разрезано типа вилки сделано можно было швеллер вот этот он вот так вот вырезанный чтобы когда открутил шарову чтобы можно было отвести а то снимается вот вот такие дела теперь у меня значит из-за того что здесь редуктора стоят у меня получается на раздатке в одну сторону крутится флянец а на переднем мосту в другую поэтому мне надо чтобы это сделать не надо из двух шестерен блин ветер такой из двух шестерен сделать такой блочок чтобы ну как бы правильно милана вращалась и соответствовало передаточное число вот это надо как-то высчитать может кто что знает подскажите в этих комментариях подписывайтесь на канал санек 23 рус это благодаря ему вам и попал на глазам мой трактор что вам еще рассказать капот белорусовский обрезанный рама у меня неразборная сваренная и просто покажи вот в этом месте и где-то 20 сантиметров сваренная заглушенная а там там где задний мост крепится там еще вот точно такой кусок рамы 30 сантиметров он снизу приваренный и на между ними между ними вырезана просунута пластина такая десятка четыре отверстия под стремянки и значит мост обхватывается стремянками и прикручивается к этой пластине которая стоит между двух вот этих профильных труб так ну что еще я тут вам предохранители это все семерочные и проводка все это мы еще не доделали мы стекла омывать в общем тут еще конечно работы много подножки у нас вот с четверки полосы я их вот так повырезал не никогда ноги не скользят не по гололеду не по грязи отлично советую ну может надо было так говорится тут две ступеньки делать ну вроде одной хватает колеса на 16 передние нивовские диски резина 750 на 16 задние белшина задние волтуре написано 8 и 3 на 20 диски газоновские вот здесь вырезал вот там вырезал переворачивал и приварил так как мост у меня этот он уже у меня был на одном тракторе я его когда-то давно покупал мототрактор там мотор с тяжелого мотоцикла стоял в общем пошел этот мост сюда поэтому пришлось вот так наоборот диски развернуть потому что короткий белослеп я наоборот его поставил фонари фонари это с белорусов фонари фары тоже белорусовские сзади фонари это какой-то на прицеп на какой-то легковой ставятся фонари вот купил четыре газовых упора два поставил на заднюю дверь сейчас я попробую открыть вот так она открывается я думаю хватает так если там что-то не обязательно чтоб она поднималась выше четыре газовых упора купил думал торе два на двери поставить но я не знал что у меня двери будут вот так открываться здесь тоже такая резинка вот сделал я и вот так вот она открывается аккумулятор тоже надо делать чтобы закрывался тут дождь идет немножко на него вода попадает повороты передние тоже белорусовские за щелки вот эти в магазине купил ну в общем вот такие дела как вроде вроде все рассказал не знаю может ну задавайте вопросы если что может быть в комментариях что-то и надо будет вам ну на этом все до скорых встреч всего вам хорошего